25 марта в Панаевске состоялся 8-й слет оленеводов и охотников. Так исторически сложилось, что именно в этом поселке День оленевода проходит первым. Далее спортсмены испытают свои силы в Ярселе, Новом порту и Сейхе. Для многих гостей праздника это хорошая возможность потренироваться и оценить свои силы, ведь главная спортивная схватка будет развернута в районном центре. Празднование слета оленеводов в Панаевске запомнилось отличной погодой и массовостью. О том, как проходило главное событие весны, расскажет Екатерина Махова. Каждый день оленевода, где бы он ни проводился, по традиции открывается собранием. На нем передовики производства и ветераны отрасли совместно с руководством района обсуждают положение дел на предприятии и социально-экономическую ситуацию в районе. Такие встречи позволяют тундровикам больше узнать о том, что происходит в их родных поселках, пока они кослают, какую помощь они могут и должны получать, и каких результатов от них ждут. В своем выступлении Андрей Кугаевский рассказал о цифрах и показателях за всю историю предприятия. Сегодня оно довольно успешно осуществляет свою деятельность, хотя называть его передовым, преждевременным. Цифры – упрямое тому доказательство. Оленеводы в основном ссылаются на осложнившиеся погодные условия, низкие зарплаты и слабое руководство. Задача сегодняшних молодых ребят, которые нас слушают, молодых специалистов – перестроить эту работу и максимально, конечно, быть технологами и организаторами. Зоевский специалист в бригаде – это и организатор, это и технолог, это и исполняющий обязанности там директора, когда нет никого, потому что все вопросы он должен решать. Именно через него должны все решаться с бригадиром все вопросы технологии и выпусков. В присутствующем также был представлен доклад о деятельности муниципального предприятия «Ямальские олени». За 15 лет своего существования переработка и производство вышли на промышленный уровень. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию во все населенные пункты нашего района и на месторождения. Продукция пользуется стабильным спросом в России и за рубежом. По словам руководителя Евгения Мальцева, в ближайших планах предприятия – открытие цеха по производству тушенки из оленины в Ярселе. Помимо этих, также поднимались темы социально-материальной помощи к очующему населению, а также образование детей. Совещание с ленингодами завершилось опросом, целью которого было выяснить, насколько предложенная информация была полезна слушателям. Что-то новое для себя узнали? Ну да, вроде бы как бы нормально. Чей доклад вам был наиболее понятен и информативен? Как всегда, у главы района, остальное-то там. Я обо всем этом проинформирована давно, и я обо всем этом давно уже знаю. Скажите, в поселке вам легко получить информацию в Черпанаевске? Легко, да. Все идут на встречу? Все идут на встречу? Все идут на встречу, все работники, все идут на встречу. И в соцзащите, и везде идут на встречу. Торжественную часть продолжил концерт Ямальской жемчужины Елены Лаптандер, которая привезла землякам специальную программу с самыми любимыми песнями о любви, семье и севере. После чего жители поселка и его гости отправились на самое главное событие празднования – соревнования по национальным видам спорта. В этом году вновь среди выступающих в различных видах было очень много подростков, примерно половина всех спортсменов. Они также, как и взрослые, боролись за ценные призы и звания самого сильного и ловкого. Особенно много юных спортсменов было на прыжках через нарты, тройном прыжке и метании тензиана. В итоге лучшим в метании тензиана стал Няко Чесаратета. За тройной прыжок первое место досталось Якову Лаптандер, а через нарты лучше всех прыгнул Александр Неркаги. Самыми зрелищными и экстремальными каждый год становятся гонки на оленьих упряжках. Во-первых, зрителей привлекает скорость и мастерство погонщика. Во-вторых, за это состязание, как правило, предусмотрен самый ценный из призов. В этом году хорошая погода способствовала большему энтузиазму спортсменов. Ну, 20 нарт как бы. Вот есть сильнейшие. Вы себя каким причисляете? К сильнейшему или к среднейшему? К среднейшему. Скажите, трасса насколько в этом году? Хорошая, нехорошая? Как снег? Ну, это же важно. Нет, трасса вот в этом году хорошая. Только флаг не там поставили просто. Хотят, ну, домой к себе. Надо было чуть правее, тогда было бы хорошо. Ну, трасса вот не так уж хорошая. Вот мягкая, снег мягкий. А если вообще твердая была бы, они скорость набирали бы. А сейчас, видите, тоже они проваливаются в местах. Лучшим в итоге был признан Роман Саратетта. Борьба была напряженной, и до самого конца было сложно определить потенциального победителя. Такая же обстановка царила и на силовом виде спорта – перетягивании палки. Здесь, как обычно, был самый непредсказуемый финал, победителем которого стал Новкий Климов. Они выкладываются на полную силу, потому что идет у нас сейчас отбор на День оленевода в селе Ярцеле. То есть, как себе здесь покажут? Да, как тут покажут результаты. Оттуда будем уже выбирать лучших спортсменов. Культурная программа праздника была представлена конкурсом национальной одежды, в котором приняло участие 16 красавиц в нарядных ягушках. Я первый раз участвую, если честно, и очень волнуюсь, боюсь. А что вам предстоит делать на конкурсе? Ну, просто показать наряд, да и все вроде. Панаевцы отметили, что в этом году действительно повезло с погодой, и праздник получился массовым, как никогда. Это мероприятие для жителей поселка, без сомнений, стало самым ярким событием года, так же, как и для их соседей. Моначки тоже надо, мы, народ тоже хочет праздновать. Ну, у нас тоже, народ же тоже, что-то далеки же у нас. Сперва тут посоревнулись, а потом мерзли только уж. Екатерина Махова, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Панаевск.